На совещании собрались более 400 аграриев со всего края. Главным вопросом стало увеличение сельхозпроизводства. По словам губернатора, спрос на животноводческую продукцию растет, а перерабатывающие заводы Кубани при этом работают не в полную мощность. Предприятия жалуются на отсутствие молока и мяса. Решить эту проблему во многом возможно, в том числе и с помощью участия фермерских хозяйств. Мы должны обеспечивать себя мясо-молочной продукцией, мы должны обеспечивать страну с учетом импортного замещения, санкций. Практически 30% земли в руках фермеров и 1,5% вала продукции мяса и молока. Это недопустимо. Спрос на животноводческую продукцию сегодня огромный. Мы видим, как и молоко, и мясо-прообладающие заводы загружены. К сожалению, в среднем только наполовину нуждаются в качественном отечественном сырье. Чтобы загрузить их на полную мощность, нам необходимо увеличить производство молока как минимум в два раза. То есть до 2 миллионов тонн. А мясо, естественно, на треть практически 300 тысяч. Я считаю, что каждый из вас должен искать альтернативные виды производства. С учетом техподдержки, додаться. И самое главное, то, что на рынке происходит, с учетом девальвации, с учетом санкций. Эта продукция востребована. Мы это видим, мы это чувствуем. Обсудили на съезде и земельные вопросы. От фермеров сегодня поступает немало жалоб на то, что им отказывают в продлении аренды. По поручению Александра Ткачева, в крае создадут специальную краевую комиссию. Специалисты будут выезжать в район и на местах выяснять причины отказа.